Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их работами, биографией. Александр Иванович Локтионов. Советский живописец и график, педагог, профессор, академик. В 1958 году член-корреспондент, народный художник, лауреат Сталинской премии первой степени и государственной премии РСФСР им. Репина. Родился в семье заводского кузнеца и прачки-надомницы. В 19 лет освоил премесло каменщика, работал чертежником. В 1930-м Локтионов, Келлер, Тимков едут в Москву, где они познакомились с Горобарем, Нестеровым и Малютиным. Это данные из Википедии. Известные художники и педагоги, просмотрев студенческие работы, дали рекомендации для продолжения учебы в Ленинградском государственном ЕЖСА Репина, Академии художеств СССР. Куда друзья и направились. В Ленинграде они пришли к Бродскому. Оказалось, что опоздали. Набор студентов был уже завершен. Однако Бродский сверх набора взял к себе в мастерскую Александра Локтионова, а Николаю Тимкову и Петру Келлеру посоветовал приехать на следующий год. Учился в Ленинградской Академии художеств у Бродского. Затем в аспирантуре этой Академии у Горобаря. Среди его наставников особое влияние на молодого художника оказал именно Бродский, которому рекомендовали Локтионова, Нестеров и Горобарь. Следуя девизу Бродского «Ближе к натуре», Локтионов не только осваивал приемы современной ему живописи, но и специально изучал технику письма старых мастеров. Преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. В 1945-м, возвращаясь в Ленинград после эвакуации из Москвы, Академия художеств СССР на целых 7 месяцев задерживается со всеми своими структурами и мероприятиями в Загорске, где Локтионов пишет свою знаменитую картину «Письмо с фронта». С 1967 по 1970-й вел занятия в Московском государственном заочном педагогическом институте. С 2006 года это Московский государственный гуманитарный университет имени Шолухов, будучи с 1968 года его профессором. Поддерживал дружеские отношения с известной семьей родовых иконописцев Клещевых, известен главным образом как жанрист и портретист. Хотя в наследии художника присутствуют выполненные на высоком уровне пейзажи и натюрморты. Заслуженной популярностью пользуется его написанная в Загорске картина «Письмо фронта», мастерски передающая цветовые и светотеневые свойства натурных планов, их переходы, а также настроение персонажа. Александр Иванович Локтионов умер от болезни сердца в Москве 15 марта 1972 года, похоронен на Новодельщем кладбище. Локтионов художник не забыт, одни его горячо почитают, другие убежден на ней приемы. При этом развернутая посмертная персональная выставка мастера была организована пока единожды в Москве в Академии художеств СССР, через 10 лет после его кончины, более четверти века назад. В настоящее время некоторые работы Локтионов экспонируются в музее Лугенхайм в Москве на улице Тверской 19, где он жил, установлена мемориальная доска с барельеем. Ну вот так немного о Локтионове Александре Ивановиче, советском живописце и графике, педагоге и профессоре. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok